Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрительного канала, приветствую подписчиков, приветствую тех, кто просто зашел посмотреть, что здесь происходит. А здесь происходит обзор посылки из магазина spinningline.ru. Вот коробка, вот фирменный скотч по требованию фирмы магазина. А смотреть мы будем сегодня вот такую интересную сумку. Сумка вообще предназначена для спиннингистов, ну и на хвостовиков. На хвостовиков на самом деле сумки обычно несколько другие. Здесь все-таки больше для спиннингистов, три кармана, большое отделение, сумка полукруглая. И внутри, как видите, через отверстие, куда можно складывать рыбу, ну или просто доставать что-то нужное, находится плетеная корзина. Выглядит очень эстетично. Корзина вынимается, ее можно мыть. Вопрос только, сколько она проживет после того, как вы выйдете туда-сюда мыть. И скорее всего вы ее в конце концов поломаете. Поэтому, если вы там не эстет и не ловите форели, перекладывая, не знаю, крапивой, благоухающими травами, то никто не запрещает вам в эту сумку сложить, например, пакет и вытянуть верхушку через это отверстие, то есть рыбу складывать прямо туда. Ну и если она нормального размера, соответственно, сюда. Корзина у нас послужит не то, что для эстетских каких-то целей, а для того, чтобы не мять улов. Ну и, соответственно, раз корзина сама довольно объемная и края не сходятся, то есть не мнется то, что туда вы положили, вы те же бутерброды можете спокойно носить, вынимая их через отверстие. Отверстие, да, стоите на рыбалку, хоп-хоп-ням-ням, поели. Ну, шучу, конечно. Для улова изначально предназначено, но пока улова нет, вы можете туда что-то полезное положить, в эту сумку. То есть там ту же катушку, например, посунуть просто в сумку. Так как форма такая, ну, овальная, ну, почти полукруглая, задняя стенка прилегает неплохо к боку или спине, а передняя часть у вас, соответственно, создает некий объем. То есть сколько здесь получается ширина внутренней части, получается, 20 сантиметров, а длина, сейчас мы где-то тут вот замерим, ну, ориентировочно, ну, где-то 34-35 сантиметров. Не очень много, но корзина довольно большая. Я думаю, что сумка будет маленькая совсем, а то я покупал до этого, туда не влезет ничего. Ну, щука сюда тоже не влезет, но, например, на несколько хороших окуней вы сюда задолкать сможете. Поэтому, смотрите, все зависит от ваших приоритетов, что вы ловите, например. Может, просто все выпускаете. То есть тогда это у вас просто будет для красоты и переноски тяжести, так скажем. Так, выполнены из плотной ткани, обшиты лентой. Выглядит достаточно неплохо. Производитель этого чуда. Рыболов Кемеров, насколько я понимаю. Не очень я их люблю, но тем не менее. Так, три кармана, в которые можно положить всякие рыболовные мелочи в коробках или без. Естественно, они промокающие. То есть, если вы что-то туда хотите положить, не знаю, телефон вряд ли влезет. Документы лучше вкласть в пакет или герметичном мешке. Так, уже где-то из мазюков. Снизу корзины и сумки, соответственно, присутствуют вентиляционные отверстия, что позволяет ей не сгнить и высохнуть хоть как-то. Ну и вентиляцию лова или то, что туда мы положили, тоже пригодится. Хоть за грибами ходить называется. Можно, это интересная, кстати, идея. Можно ходить и за грибами. Но, правда, не очень много сюда вы положите. Так, задняя часть усилена двойным слоем, чтобы меньше истиралось. Сейчас, соответственно, верхняя часть, видели, открывается молнией. Каждое отделение открывается собственной молнией. Но, тут мы встречаем непредвиденные неудобства. Дизайнер делал, а не человек, который пользоваться будет. Вот этот клапан, который закрывает сверху, мешает вам туда что-либо убирать. Вот, смотрите, видите, коробочка вроде отлично подходит под этот размер. Из-за того, что тут у нас все торчит, а молния открывается, получается, не до конца, вы замучаетесь ее туда запихивать. Вот так вот это вам на реке предстоит. И закрыть вы тоже не сможете, потому что оно не влазит. Хотя формально оно подходит по размерам. Есть подобные версии сумок, у которых молния находится ровно сверху. То есть вы ее открыли, разошелся карман, и вы легко можете туда все положить. Здесь человек, который все это придумал, не продумал то, что он придумал, к сожалению. Так, меньшие коробки проблем... С меньшими коробками проблем, естественно, меньше. То есть вот, пожалуйста, оно влезло. Но опять ваш этот клапан сверху опять будет мешаться, потому что вы его каждый раз будете выправлять. Тут либо самим что-то колхозить, либо использовать явно более мелкие коробки, которые сюда влетают со свистом. Поэтому посмотрите, удобно будет вам или неудобно. Так, у меня что-нибудь тут, катушка какая-нибудь для лески есть. Вот, неожиданно. От лески Гермина, с ГДРовского производства. То есть поводки и лидеры какие-то вы носить тут вполне можете. С круглыми коробками почему-то меньше. У них углов нет, видите, проблем нет никаких. То есть если вы круглую коробку для приманок грузил и чего-то такого сюда положите, несколько проще вам будет. Так, дальше. Лемень не отстегивается, но регулируется. Мне на максимальной более-менее комфортно. То есть он не сильно длинный, но достаточный для удобства ношения. Можем прочитать аннотацию того, что здесь производитель понаписал. Сумка с корзинкой для рыбы. Размеры 39 на 19 на 19. У меня почему-то внутренне где-то 20 получилось. Сумка из нейлона 600D с плетеной корзинкой внутри. Ну, правильно, видите, рыболов Кемеров у них логотип. Слава Богу, не очень яркий. И в глаза не бросается. Каких-нибудь супер-пупер надписей на сумке тоже нет. Ну и ладно, ну и хорошо. Спиннингвайн.ру она есть. Приехать-приехал, получено-получено. Усиленно, видите, отверстие для складывания рыбы. Ну, кожа-не кожа, конечно. Так, она с двух сторон присутствует. Нет, с одной стороны. С одной? Да. С одной стороны, с верхней присутствует усиление. С внутренней просто ткань. Ну, двойной шов, соответственно, есть. Там и там прощупывается. Можете, говорю, рыбу складывать. Можете что-либо достать, не открывая сумку, что довольно удобно. В целом, неплохой вариант. Стоит относительно недорого. И в отличие от каких-нибудь простых хозяйственных сумок, которые мы таскаем. Ну, хозяйственные я имею в виду не авоськи, а те, которые предназначены не специально для рыбалки, а для хозяйственных нужд каких-то. То есть на работу ездить. Эта сумка имеет, говорю, несжимаемый объем. Ну, понятно, что если вы на нее упадете, вы корзину это все-таки сломаете. Но это очень удобно, говорю, если вы что-то такое мягкое, то то, что можно смять и раздавить, носите. Поэтому, ну, бывает реально, когда вы на рыбалке ходите и грибы находите, например, сунув их в пакет, вы их до дома не дотащите. Или там, не знаю, ягод набрать, цветов, букет. Это домой, жене, девушке. Тоже неплохой вариант, но и для рыбы. Ну, с другой стороны, все-таки большую часть рыбы мы отпускаем, отпускаем. Ну, а ту, которую хотим все-таки съесть, ну, извинившись предварительно, да, с благодарностью, ну, положим ее сюда. Я думаю, что лучше в пакет, иначе просто все это дело крепко пропахнет рыбой. И отмыть вы ее, конечно, постарайтесь, и может даже это получится. Но вся красота куда-то уйдет. Поэтому, если у вас там не форель в какой-то траве, соответственно, повторяюсь, ну, решайте сами носить рыбу напрямую в корзинке и кидать ее туда, в слизи крови, и пакетик использовать. И тогда хоть как-то это и сумку сохраните, и рыбу не поймете, потому что она будет лежать в несжимаемом объеме. Ну, пожалуй, все, что можно сказать. А, еще можно сказать вот, что есть накладка на ремень, которая уменьшает скольжение на плече. По поводу молнии я сказал, молнии работают хорошо, но карманы три, которые здесь присутствуют, раз, два, три, несколько непродуманная конструкция у них, потому что клапан, с одной стороны, хотели защитить от влаги и попадания мусора, а в результате сделали проблему для рыбаков, для тех, кто будет пользоваться. То есть запикилить сюда из-за клапана не очень удобно. Возможно, имеет смысл клапан вообще там убрать или перешить, чтобы можно было сюда класть. То есть вот здесь, например, распороть и просто туда внутрь класть, а можно не использовать. А здесь, например, сделать какую-то петельку от пуговицы. Ну, сами посмотрите. Ткани обычные, можно шить обычную иголку, вынув корзину предварительно. Ну и без корзины, если вам надо большого объема просто сумку, пожалуйста, тоже использовать вполне сможете. Мне понравилась конструкция, в основном идея, реализация карманов не понравилась, а в остальном очень даже неплохой вариант. Все, всем пока!